Дада Линдл с вами на связи, Дада журналистка и интернет-издание The Insider. Здравствуйте, Дада, рада вас приветствовать в эфире Freedom. Добрый вечер. Перед материалом нашего коллеги мы говорили о том, что социология на территории России нынешняя, она в принципе не действует. И доверять ей вряд ли можно, особенно опросам, которые проводят в ЦИОМ, ну и многие другие подконтрольные, скорее всего, к Кремлю социальные группы. По вашему мнению, исходя вот из тех результатов, которые предоставил инсайдер, можно ли их экстраполировать на всех жителей Российской Федерации, либо же тех жителей России, которые пользуются услугами Яндекс? Я разделю это на ответ на две части. Начну с последней. Вот пользуются услугами Яндекса в России примерно, ну почти что пополам. Разделение между двумя главными поисковыми движками – это Яндекс и Гугл. Но мы считаем, что в принципе примерно одинаковые люди пользуются, то есть какой-то разницы между теми, кто пользуется Гугл и Яндекс нет. Поэтому в этом смысле, да, можно сказать, что хотя мы изучили только Яндекс, то тем не менее мы предполагаем, что у другой половины россиян примерно такие же вопросы возникают и такая же проблематика. Если говорить про экстраполяцию, это, наверное, не совсем правильная идея. Вот почему. Люди, которые задаются каким-то вопросом, для меня очень важно было в этом исследовании, что это какой-то проактивный поиск. У человека возникает какая-то активная проблема, которая его тревожит. И в этом смысле суперпоказательно то, что когда еще больше года назад в России объявили мобилизацию, то запросы, связанные с мобилизацией, они были едва ли не более популярными, чем запросы о погоде. А запрос о погоде, он в любой стране, о том, какая сегодня погода, это самый главный запрос, который всегда популярнее, чем вообще любой другой в каждой стране, в каждом городе мира. То есть это то, что люди чаще всего ищут в интернете, какая будет сегодня погода или какая завтра будет погода. Вот запрос о мобилизации был так же популярен, как и запрос о погоде. Для меня это означает, что это только то единственное, что заставило людей максимально заинтересоваться в свое время чем-то, связанным с войной, чем-то, связанным с полномасштабным вторжением. Ну, вообще даже с войной за все 9 лет, за все 8 лет на тот момент, с половиной. И значит ли, ну, значит тогда люди, как бы плюс-минус все, можно сказать, в каждой семье интересовались этими событиями. В остальном, не то чтобы можно было прямо это экстраполировать, то есть сказать, что вот такой-то процент людей, которые этим интересуются. Однако самое важное, что из этого можно, какой из этого можно сделать вывод? Это то, что мы видим, что так как люди не особенно интересуются войной, кроме тех моментов, когда их это касается, например, когда объявляют мобилизацию, или когда все больше и больше трупов возвращается домой, или не возвращается домой, потому что мы делали также другое исследование, основанное на запросах, где показано, сколько людей ищут своих родственников, которые, видимо, ну, не родственников, а кого-то, кого они знали, которые, видимо, не вернулись на момент поиска с войны. То есть они пытаются найти, где хоть какие-то следы этих людей. Они пытаются найти списки фамилий погибших на Украине. Я говорю на Украине, потому что они так обычно формулируют запрос. И получилось так. Вот. И, да, когда начались более активные атаки ВСУ или кто бы это ни был на территорию России, беспилотники в приграничных районах и, более того, даже в Москве, то, да, люди тоже больше заинтересовались этим. Для меня это означает, что большая часть россиян на самом деле индифферентна. То есть, с одной стороны, это, конечно, плохо, но, с другой стороны, этот образ того, что все россияне безоговорочно поддерживают войну, он тоже неправильный, потому что они не поддерживают войну, им все равно. Уничтожается мифологема, которая создавалась вокруг так называемой специальной военной операции, всенародной поддержки, во-первых, президента незаконного, напоминаю еще раз, так как выборы президента проводились и на территории Автономной Республики Крым. Это территория, которая была аннексирована Россией. Так вот, нет всенародной поддержки. Что интересно, вот первый же пункт, о котором вы пишете в материале The Insider, это что люди не ищут СВО, как принято говорить, вот и президент России так говорит, и многие его приспешники так говорят, люди ищут слово «война». Почему, как вы считаете... Да, люди ищут слово «война». Да, вот почему, как вы думаете, не работает вот эта вся пропагандистская вот такая мифологема о том, что это не война, это СВО, о том, что мы тут деноцифицируем. Кстати, я, как понимаю, пропал запрос на, что такое деноцификация и демилитаризация из поисковых систем. Ну, особо никто не ищет. Ну, раньше был. Потому что это слишком, наверное, это слишком сложное понятие, что такое деноцификация. Это ведь даже самые высокопоставленные в Кремле люди, высокопоставившие себя, они тоже ведь не могут объяснить, чем они занимаются в Украине. Они пытаются это объяснить, и каждый раз они путаются в этих своих показаниях. Они каждый раз не могут объяснить, чем на самом деле они занимаются в Украине. Естественно, если они сами не могут себе это объяснить, если они не могут это объяснить людям, то люди тоже не будут спрашивать, о чем мы там занимаемся. Более того, какое-то количество людей вообще уверено, что это все происходит, потому что на Россию напали. То есть люди не знают, на кого, кто на кого напал. На Россию напали, да, есть такой один из нарративов пропаганды, это то, что напали на Россию, либо если бы мы не напали, то они бы напали. Кто они, это тоже большой вопрос. Понимание, кто там мог бы напасть у людей, нет. Но еще раз хочу повторить то, что мы видим в запросах, это количество запросов тех людей, которые хоть как-то этим заинтересовались. Потому что, конечно, наверное, многие люди просто не спрашивают, кто там на кого напал. Их вообще это, может быть, не особенно интересует. Ну да, там что-то происходит. По поводу ритоики, война это или так называемая специальная военная операция. Никаких сомнений, очевидно, у людей нет. Все знают, что происходит война. Это основное то, как в любых контекстах называют происходящее. И, в принципе, так как мы изучаем также чаты, где люди общаются, комментарии в социальных сетях, и общаются с коллегами из России, или вынуждены уехать из России с коллегами из Украины, которые тоже изучают, пытаются таким образом каким-то понять общественное мнение или какие нарративы присутствуют у людей, которые обсуждают эти вопросы. Война — это самое частое слово, которое в этом используется. СВО или специальная военная операция — это достаточно какой-то маргинальный термин, который используют чаще всего люди, у которых родственники находятся на линии фронта, либо могут находиться на линии фронта. Например, мне кажется, что это слово почти всегда используется среди родственниц людей, которые воюют в так называемом ЧВК «Вагнер». И вот там такое слово используется. В соцсетях это слово может использоваться, в том числе, потому что за слово «война» можно встать в тюрьму. И люди становятся осторожнее, либо они придумывают какие-то ироничные такие способы не писать слово «война», но и не писать слово «СВО», и там могут уже разниться, какие термины будут употребляться. Но да, для нас это совершенно очевидно, что ни у кого нет сомнений, что происходит война. Это не какая-то военная операция по принуждению... Не знаю, почему. Мне даже трудно сформулировать, потому что не то, чтобы на меня действовали нарративы пропаганды, но я все равно не могу даже объяснить, как они себе объясняют, что происходит, как себе объясняют пропаганды, что происходит. У меня в этом нет понимания какого-то, как они это объясняют. Да, наверное, у них тоже уже этого понимания нет, судя по всему. Судя по всему. Да-да, я хочу вас спросить. Судя по графикам, которые действительно можно посмотреть, все-таки тревожность, она присуща сейчас представителям и россиянам. Она присуща, я смотрю, именно тревожность тоже, особенно за последние месяцы, как раз число запросов в Яндексе очень сильно увеличилось. Даже если посмотреть, вот как-то с апреля по июнь такой какой-то определенный скачок был, да, 2023 года, потому что поначалу, я смотрю, оно как-то рывками было после февраля 2024 года и так далее. И все-таки тревожность больше интересует, чем понятие ПТСР, судя по всему, многих россиян. В целом, да, конечно. Пожалуйста. Да, в целом, конечно, тревожность в среднем интересует, всегда интересовала больше, чем ПТСР, но для меня как раз более важно, что ПТСР, это стал какой-то суперрасхожий термин. Его люди ищут, люди пытаются понять, что это вообще значит. И это стабильный рост в этих запросах. Он совершенно очевидно не связан с такой дестигматизацией ментальных отклонений, каких-то психиатрических заболеваний, которые идут тоже во всем мире. То есть нормализация того, что человек может болеть не только гриппом, но и депрессией, или может иметь ПТСР или биполярное устройство. Нормализация идет во всем мире. И поэтому, если бы все разные какие-то популярные среди популяций психиатрические отклонения росли бы более-менее стабильно, можно было бы подумать, что это с этим связано. Но нет, растет именно ПТСР, видимо, потому что люди, у которых какие-то их знакомые возвращаются с фронта, они начинают интересоваться, почему эти знакомые ведут себя так, как они себя ведут. И они слышали, что это может быть связано с тем, что люди были на войне. Тревожность. Да, тревога, тревожность, какие-то такие запросы тоже становятся более популярными. Но тут пока трудно судить на самом деле, потому что нет какого-то достаточно четкого тренда, чтобы можно было сказать, что влияет именно эта ситуация. Плюс проблема, например, с тем, что люди называют тревогой, как внутреннее психическое состояние, так и воздушную тревогу, которая где-то может давать поэтому такой всплеск в запросах. Из-за этого еще об этом, наверное, запросе трудно судить. Мы пока пытаемся подобрать, какие запросы могли бы нам это показать. Потому что понятно, что даже если бы люди охотно шли на соцопросы, на контакты с социологами, такой вопрос тоже было бы трудно достаточно сформулировать, чтобы понять, что тревожность растет. Но, с другой стороны, опять же, когда происходят какие-то события, которые людей касаются уже более сильно, такие как прилеты беспилотников. Почему, кстати, беспилотники, а не дроны, или какой-либо другой термин самый популярный оказывается? Ровно потому, что в риторике пропаганды это называется «прилетели какие-то беспилотники». То есть это не совсем такой расхожий термин, такой как хлопок, такая бавовна, но, тем не менее, какой-то такой термин, который устоялся за этими прилетами. Поэтому беспилотники. То есть из-за этого мы видим, да, мы можем судить, что люди интересуются тем, что очень конкретно их затрагивает. Пока оно их затрагивает. А потом можно будет попробовать все-таки поискать еще раз. Может быть, будет уже какой-то торрент, которого будет более понятно, что растет именно общее состояние тревожности, депрессивности, стресса и так далее. Пока об этом напрямую вот так трудно судить на самом деле. Да-да, еще одна тема, которую хотели с вами обсудить. К сожалению, несколько минут у нас остается, но все же. Не относится она вот к вашему исследованию запросов в Яндекс, но в целом о социологии, наверное, частично тут можно говорить. Напомним зрителям, что в России начали тестировать систему соцрейтинга, которая называется «Мы». Интересно, является ли это аллюзия на работу Замятина. Планируют ее использовать для якобы оперативной, объективной социальной поддержки населения. В тестовую систему рейтинга входят вопросы об образовании, наличии детей и иждивенцев, источников доходов, льготах, закредитованности, судимости, наличии соцсетей, участия в общественной жизни, госнаградах, знаниях языков, отдельно выделен китайский язык, приверженности спорту, здоровому образу жизни и так далее. Соцрейтинг предлагается связать с личными данными, как страховой номер индивидуального лицевого счета, индивидуальный налоговый номер, паспортные данные, номер телефона. Полторы минуты у нас остается, Дада. По вашему мнению, с какой целью вводится, возможно, может вестись такой социальный рейтинг, который называется книжка из Амятина? Да, я слышала про эту новость. Если я правильно понимаю, сейчас это скорее какая-то тестовая разработка в университете, в одном из университетов в Москве. Я трудно пока что судить, насколько... То есть, наверное, нужно какое-то сделать, расследование попытаться узнать. Эта разработка — это инициатива университета, просто чтобы про них написали в газете, чтобы ими заинтересовались и выделили финансирование, или все-таки эта разработка, эта идея была спущена сверху для того, чтобы университет разработал, а потом ее внедряли. Пока что трудно судить, поэтому не буду так на эту тему рассуждать. Для меня лично эта новость прозвучала как просто попытка выслужиться перед китайскими, извините, хозяевами. Есть такая риторика, на самом деле, достаточно популярная, мне кажется, среди некоторых россиян, особенно на Востоке, что есть некие наши так называемые китайские хозяева, что Россия просто становится на колени перед Китаем, и эта риторика много лет, она только популярнее становится, на мой взгляд. Но для меня эта новость прозвучала так, что это просто вот такое, попытка вендрить такой социальный рейтинг, как в Китае, потому что, в принципе, электронная слежка за россиянами, она достаточно серьезная, и она с каждым годом все серьезнее, и в каждом регионе вводится все больше и больше каких-то методов слежки за россиянами. Если это для слежки делается, то, да, это просто один из тапов слежки. А если, как бы, для чего-то рейтинг еще может применяться, трудно рассуждать пока что. Надо понять, кто и зачем это придумал. Это может быть как просто ради публикации в газете, чтобы мы с вами это обсуждали, так и что-то более серьезное. Дада, спасибо вам за участие в эфире Freedom, спасибо огромное и за материал на Insider. Напомним, что Дада Линдл была с нами на связи, ДТ-журналистка, интернет-издание The Insider. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.